Казачий ход Казачий ход, казачий ход Сегодня седьмой по-моему Седьмой Ну и начали Побежали, побежали, побежали Побежали, побежали, побежали Рыбка плещется Рыбка плещется Машинка отмыта А мы идем Чекание, шах Так у нас тема пошла Про жизнь Интересная Кому-то удается Что-то не удается Кому-то удается Я так на основании Своего опыта Могу сказать следующее Вот ты Ребенок еще никому не нужный Вот чем ты сам занимаешься Начинаешь увлекаться И в этом деле Там годик-другой Что-то делаешь Потом это заметят другие И как-то О, скажут Смотри какой Ребенок Что-то там делает Что-то там такое И потихонечку На этом Увлечении уже О, белка бегет Видите, вон она белка бегет На этом увлечении Какие-то уже формируются интересы Особенности Вон она А-та-та-та-та-та-та-та-та-та Своя, собственно Жизнь у белки Увлечения, интересы Черты характера И прочее-прочее Которые позволяют Чему-то человека Достичь Интересный фильм Я вчера смотрел Будем так делиться Гонка называется Про гонщиков Формулы-1 Про одного финна И одного британца Ну, можно так сказать Британец тот Возможно И более Более Одаренный По гонкам был Фин Тот Так можно сказать Головатый Очень такой Взвешенно Расчетливый Где-то даже Как бы сказать Можно сказать Даже гений Сам этот Финн Из богатой семьи Там либо Говорит Промышленниками Становились Либо там Вроде как Банкирами Ну, такими Крупными шишками Он говорит А, мне это не нравится Отцу Если у тебя тяма нет То тебе нужны Мои деньги Вот Он говорит Ну Я все-таки Хочу Вот Автогонками Заняться Ну, это Отец ему Говорит Как в свое время И мне говорили Это, мол Какое-то такое Занятие Не от мира Нашего Мы Никто В жизни Этим не занимались Ну, вот Он говорит Да, не нужны Это мне Ваши деньги Услышишь Обо мне Когда я буду Чемпионом мира Ну, он ему говорит Вон Из моего дома И ушел Этот Скандинав Ну, он оказался Таким вот Знаете Продуманным Продвинутым Продуманным Человеком Для того Чтобы попасть В формула Да, хотя бы В формула Как-то Номер 2 Потом уже Номер 1 Надо Показать себя А пока не покажешь Тебя никто Никуда не возьмет Он берет кредит Этот гонщик Берет кредит И сам уже покупает Себе эту команду И начинает командовать Что это за машина Механики Говорит Вот такая Такая Ух Ух Говорит Так Вес надо снизить Мощность добавить Не пойдет А что делать Как делать Они так Смотрят на него Ты что Разбираешься А он Разбирается Говорит И говорит И показывает Вместе Работает Где что Надо снизить Где что Там надо Добавить И все У него Получилась Машина Лучше Чем у остальных Легче Мощнее Это уже Преимущество Преимущественно Вот Ну и с тем Парнишкой Английским Они встречаются А парнишка Такой Любит Пиво Вино Так И особенно Девчата Тем более Что Из-за того Что Он себя Настроил На гонку Как Своего рода Риск Не на жизнь А на смерть То Вот Это Какая-то Энергетика Притягивает Женщины Они тут Бросаются Если Красавица В объятии Бросается Будь осторожен Кто-то Возможен Это такая Песенка Короче Кажущих Бросается На него Все Там Ну Тем не менее Вот Как говорится Такая Расчетливость Такая По гонке По жизни Добро Здоровец Позволили ему Опережать А у того Анличанин А то машина Поломается То еще Что Не То еще Что Потому что Он и не Вникал В эти Машины Он там Рулил Дай Все Ну вот Они как бы Сказать Соперничали Только Это Весьма Продуманно А анличанин Так И потом В конце концов Позвали их И в это Формулу 1 И значит Анличанин На Макларине Конюшня Макларина Стал Там Пилотом А этот Значит Скандинав Он Стал Тоже На букву Мы сейчас Вспомню Итальянская Фирма Не Мазератти 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 Лезет в голову Она Не Мазератти Макларен И Итальянцы Мазератти Ну так Короче Делает Дорогущие Спортивные Автомобили Итальянская Там Бюргу Машина Называется На муку М И дальше Мазератти У меня Выбивается Слишком Мазератти Макларен Это мы уже С особенностями Ума Сталкиваемся Вот Запомню Что на муку М Ну ладно По ходу действия Вспомним И он Говорит Это На Собрании Знаменитой Этой Марки Говорит Что это За машина Развесовки Нет Рулевого Там Управления Хорошего Нет И еще Там Что-то Еще Там Что-то То есть Для них Это Как бы Сказать Был Шок Но Тем Не Менее Они Приняли Это К сведениям И Давай Там Работать Над Этим И он Становится Финн Финн Или Скандинал Так Лучше Сказать Он Становится Чемпионом Мира В конце Концов Формуле Один А этот Вторым Ну и Самолюбие Брита Первый 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 Там Их Отношение К семейной Жизни Тоже Одному Там Наплевать Британцу Что-то Микак Так Этот Вроде бы Осознанно Женился Скандинал Ну Там Свои Короче Заморочки И Вот Там Вторая Там Серия Гонок Идет Этот Выигрывает Скандинал Гонка Должна Состояться Очередная Во время Где-то Там Под Мюнхеном Во время Дождя Еще Уже Говорят Что Это Гонка Вот Эта Трасса Какая-то Там Такая Назвает Дорога На Кладбище Ну Примерно Так А тем Более Она Когда С Эти Мокрая Во время Дождя Она Опасна Там В 10 Раз У них Там Интересный Совет Бывает Такой Пилотов Перед Гонкой И Этот Скандинал Говорит Надо Перенести Гонку Остальные Да Вот Именно Она Слабо А Слабо Мабо Че-то Че-то Нет Гонка Будет И Все Ну Ладно Гонка Будет Рыбка Выбежала Сейчас Самая Рыбалка Вот И Он Этот Скандинав Аргументирует Мол Я Допускаю Риск На 20% Если Он Составляет 21 Я Лучше Не Поеду Там Вот Эти Ха-ха-ха Что Ты Высчитаешь Какую-то Ерунду Ну Короче Не Поехали И Вот Вафина И Вафина Что То Там То Не Докрутили То Ли Еще Что То Там Такое Пит Стоп Что Там Такое Случилось Машина Вреди Как Его Завертела Закрутила Пробила Бензобак Короче На трассе Вспыхнула Еще Две Машины Врезались В него И Загорелись За Малым Его Спасли То Есть У него Обгорело Лицо Особенно Говорит Плохо То Что Обгорели Легкие В дыхании Вот Этого Всего Самое Неприятное Как Он Вспоминает Это Было Что То Там Откачивание Для Очищения Легких Вот Но Тем не менее Он Там Встал Очистился Пришел Весь В бинтах Половина Уха Нет Еще Знаете Там Все Это Сырое Пересадки Кожи Яму Поеду Яму Поеду А команда Уже взяла Другого Пилота Но Тем не менее Кстати Они С этим Бритом Вроде Как Даже Подружились Подружились Вот И Брит Идет Второй Он Может Стать Первым И Значит Возвращение Этого Скандинава В гонки Там Немножко Стал Плохо Видеть Или Ну Короче Первая Гонка Это Надо Как-то Опять Даст Из Адаптироваться Вот Ну Он Адаптировался И Приехал Там Четвертым Что Расценено Как Большой Успех Говорят Вот Это Да Возвратился А этот Естественно Брит Его Переезжает Опережает И Вот Гонка Там Четвертым Какой-то Заключительный Этап Гонка В Японии Гонка В Японии И Брит Отстает От него На три очка И там Как раз Возле Фудзиям Разворачивается Гроза Такая Сложнейшая Погода Дождь Там Вообще Вот И Значит Гонка Началась Они Оба Поехали Ну Трасса Сложная Дождь Идет Там Все Это Хлыщет Выщет Скандинав Круг Сделал И Сходит С трассы Говорит Я не буду Ехать То есть Добровольно Уступает Первое место Этому Бриту Слишком Опасно Брит Ему Надо Как минимум Быть Третьим Чтобы Стать Шампиньоном Мира Вот Вот Он Так Третьим И Приезжает Третьим Приезжает И Рискует Там Вот Рискуется Всем этим Делом Становится Чемпионом Мир Поздравлений Это Все Пятое Десятое Доброе Здоровица Убежали Заниматься Вот И потом Как-то Они встречаются Тут Уже И у Фина Самолет Куда-то Он уже Готовится Отлететь И Этот Нанял Самолет С девчонками Куда-то Лететь Отдохнуть И Как бы Сказать Послесловие К фильму Следующее Долго Слишком Я так Сказать Запрягал А Развязка Такова Что Этот Твин Говорит Ну Я Я Говорит Понял Что Этот Человек На Раз Да Он Стал Чемпионом Мира И Уже Все То есть Один Раз Стал Чемпионом Мира И Этого Было Ему Достаточно Чтобы Сказать О Я То Все И В конце Концов Сначала Стал Телеведущим А Потом 46 Лет Умер От Сердечного Приступа А Этот Скандинав Вот Этот Проиграл Гонку Вернее Уступив Так Как Не Хотел Рисковать Уже Разок Он Рискнул Что Обгорел В последующем Стал Неоднократным Шампиньоном Мира То есть Вот что Значит Продуманность Не просто Вот Сегодняшний День Мы Там Возьмем Сейчас Банка Грабим Ну И куда Нибудь Смоемся И В течение Допустим Пока Нас Ищут Дня Три Там Недельку Феерично Проведем А Потом А Вот Такие Вот Люди Имеют Успех Которые В своем Деле Специалисты И Которые Выстраивают Стратегию Жизни Выстраивают Стратегию Жизни Действуют И становятся Неоднократным Чемпионами А Многократными Ну Естественно Все Что От Этого Вытекает Все Что У него Говорят А деньги Там Есть Ну Пока Нет Спонсор Есть Но Пока Нет А Потом Это Все Обрастается И Спонсорами И Как Один Говорит Баблом Оброс Баблом Оброс По Выражению Вот Можно Этот Фильм Просто Посмотреть И Это Как Увлекательную Увлекательную Там Картину И Ничего Не Вынести С нее Вот Ничего А Я думаю Единицы Пусть Они Там Не Достигнут Каких-то Там Выдающихся Результатов Но Тем Не Менее В Своей Жизни В Своем Деле Начнут Примерно Так Поступать И Глядишь У них Вон Вечер Что-то Появляется Мопедик Ездит На рыбалку Вот Такие Интересные Вещи В жизни А Можно Будучи Вот Иметь Такие Вданные По жизни Сколько Я их Встречал Особенно Опять-таки В спорте Да И Вообще По жизни Люди И Учились Хорошо Учеба Им Давалось Легко И Просто Языки Там Математика И все И Но Никто В жизни Более Того Женились Разводились Дрались Чего И Уже Кой-кого И Нет Живых Как По Жизни Так И По Так И По По Спорту Будем Заниматься Будем То есть Все И Все Мне Пример Василия Ивановича Алексеева Я Как Считаю Себя В этом Деле Маленьким Специалистом Я Уже Кое-что Понимаю Вот Есть Люди Которые Там Тренируются Ну Чтоб Тренироваться Тренироваться Чтоб Тренироваться А Результат Сам Будет Расти Очень Редки Есть Люди Которые Понимают Во время Тренировок Где Их Слабина И Вот Эти Слабые Места Начинают Над Ними Работать Вот Алексеева В частности У большинства Людей Которые Уже Так Начинают Поднимать Рекорды Слабо Что Это Выталкивание Штанги Вверх Они даже На грудь Берут Хорошо На грудь Берут Рекордные Веса Берут А вот В толчке Из груди И даже Толкают Хорошо А вот Фиксации Нет То есть Штанга Их там Тягает Они И могут И уже Удержать Вверху На выпрямленных Руках Как они Вот Насчет Этого Тренируются Я не знаю Что Держать Скорее Все Никак Вот Вытолкнул Вытолкнул Не вытолкнул Значит Не вытолкнул Большинство Василий Иванович Алексеев Делал Специальные Тренировки Продавал Специальные Упражнения Для того Чтобы Вот Эта Проблема У него Исчет Исчезла Исчезла Там Специально Такие Приседал В ножницах Держал Штангу Вверху Была Штанга Подвешена И Вот Когда он Затолкал Там Сколько 255 Это Было В 76 Году 255 Он Удержал Штангу То есть Она Его Слегка Вроде И повела Но Тем не менее Он так Легко И просто Это Удержал Другие Реже Ходили Вот Вроде Как Веса Такие Толкают Все нормально Штанга Летит Высоко Как Дело Касается Рекордных Весов Таких Внушительных Все Не Держат Потому Что Они Это Не Тренировали Это Требует Особой Тренировки И вот Благодаря Вот Этой Продуманности Как Он Говорил Дело Не в том В одаренности Еще Там В чем Все Это Ерунда Ну Нельзя Сказать Что Это Конечно Ерунда Но Тем Не Менее Это Хорошая Предпосылка Для Начинания В любом Деле Одаренность Вот На Одаренности Можно Конечно Хорошенько Стартануть Но Остальное Что Он Сказал Дело Не в одаренности А дело В том Что Как И для Чего Надо Делать И Тогда Будет Результат Очень Поучительно Это То Что Его Спортивный Путь Вот Он Там Самородком Начал Там Заниматься Там У Плюкфеллера Ну Кое Что Там Схватил Не без Того Пошел 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 И получил Травму Серьезную Уже Подойдя Так Солидным Вестам Получил Травму Что Со спиной Она Была Какая Проблема И Все Получил Травму Ты Не Можешь Подниматься Кому Ты Там Нужен Вот Он Как Раз Своей Жене Говорит Она Работала Олимпиада Когда у него Жена Зовут Он И Говорит Дай мне Там Полгода Или Там Месяца Девять Ну Примерно Такой Срок То есть Я Попробую Эту Травму Значит Залечить А если У меня Ничего Не получится А тогда Я полезу В шахту Все С этим Спортом Распрощаемся И Закончим И вот Он Уже Когда Человек Становится Никому Ненужный То есть Да Подымал Хорошо Потом Раз Поломался Так Тут Таких Как ты Еще Человек Десять На подходе Он Подбирает Упражнения Для Восстановления Спины Для того Чтобы Залечить В основном Упражнения Через Козла Применяет Их Закачивает Спину И опять Занимается И начинает Ставить Рекорды Палям Балям 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 И вот Еще Что надо Отметить Это Спортивное Долголетие Восьмикратный Чемпион мира Двукратный Олимпийский Чемпион В тяжелом Весе Большинство Тужат Спортсменов Но Если Раз За Три Четыре Не станут Чемпионом Мира Но Это Очень Достойный Результат А так Раз Два И Все И Нет Тебя Сошел Все То ли Травмы То ли Еще Какая-то Там Причина Нет Тебя На Помосте Василий Иванович Поставил Это Дело Вот Действительно На Профессиональную Основу Как Производство Такое Сделал Которое Позволило Ему Восемь Лет Оставаться На Вершине И Поднимать Рекордные Веса Вот Если Там Взять Как Росли Эти Результаты Рекордные Они Росли Но Если Там Вот Допустим Власов С 1960 Года С Римской Олимпиады Он Значит Там Толкнул Вес Рекордный Вес 202 С Половиной Кстати Я его Неоднократно На грудки Брал И Когда он Закончил Через Четыре Года В 1964 Токио Он Толкнул Там Его рекорд Где-то Был 215 Килограмм 200 Там 215 Значит На той Олимпиаде Жаботинский Толкнул 217 И вот Власов Выходит Поднял Ну пускай Засчитаем Там Эти 217 На 15 Килограмм За Четыре Года Он Его Поднял Далее Там Жаботинский Значит С 217 Он Где-то Там Толкнул Наверное 220 Самое Больше Как-то Особо Не стремился Хотя Там Запас Был Ну вот Как-то Так Где-то Наверное 220 Может Килограмм Или Еще А вот Василий Алексеев С Вот Этих 220 Пробавил 35 Килограммов Солидный Результат Так Судя По тому Как Он В 76 Поднял Эти 255 Там Можно Было Примерно Так же Поднять И 260 260 Поднять А то Может И побольше Как Рисса Если Надо Это Он Сделал По-моему Второй Подход 255 Выиграл И Все Дальше Мне Не Дали Поднимать Может Я Поднял И Больше Вот Теперь С 76 Года Запоминаю С 76 Года По Наше Время Ну Тараненко Как Тогда Поднял Он Поднял Значит 266 То есть Рекорд Вырос На 11 Килл 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 76 Года Вот По 20 Это 20 Лет Еще 20 Лет Это 40 Лет 44 Года 44 Года Плюс 11 Килл 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 Продуманность В любом Деле Ты Становишься Как Халиф На Час Халифом Терри Чемпионом Не Один Час А На Несколько Лет Поэтому Василий Иванович Голова Ну Голова В этом Деле Особо Нет Им Равных По Такому Подходу Долгожительству Ну И Рекордом 80 Мировых Рекордов Как Вам Это Кто-то Установит Там 2 3 Ну 5 Если Удастся А Так В основном 2 3 Рекорда Это Уже Это Уже Тут Халиф А Тут 80 Вот Так Вот И По Жизни Курочка По Зернышку Курочка По Зернышку Курочка По Зернышку Несет И В результате Получается Что Вы Что-то Сделали Кстати Я Записал Надиктовал Вернее Первый том По Часик Часик Я Писал Первый том Целительных сил Вроде Показалось Прочитать Надиктовать Книгу Ох Какой-то Такой Труд Супер Дупер Вот Это Да На этих Как бы Сказать Сознание Страшит Да Это Тут Надо Сидеть Но Тем Не Менее Регулярненько По Часу В день Когда Там Через День Я Начитывал И Вот Оно Уже Есть Все Начитано И Если Там Владислав Исаев Уберет Там Все Лишнего И так Далее Вот Появится Такой Значит Ауди Книга Целительные силы Том Первый Сегодня Наверное Я начну Делать Надиктовывать Том Второй Садись Выбираешь Время И Так Это В охоточку Раз И Прочитал И Знаете Даже Кое Что Вспомнил Для себя Весьма Там Столько Интересного В Моих Жекнях Потому Потому Что Я Материал Брал С Разных Источников Все Это Дело Обрабатывал Что Подзабыл А тут Хоп Такие Вещи Вспоминаются Очень Интересные И Полезные Да Ага Вот Опять Таки Труд Потихоньку Полегоньку Делаешь И Что Получается 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 Продукт Вот Этот Продукт Уже Можно Использовать Так Или Иначе Конечно Там Я Надиктовал С Ошибками Ну Как С Ошибками Где-то Я Запкнулся Где-то Что-то Не Допонял Где-то Интонацию Не Так Поставил Приходилось Этот Отрезок Перечитывать Чтоб Ты Сам Разбирался В конце Концов Что Это Такое В Словесном Виде Было Понятно Что Аутор Имеет В Веду Вот Это Лишнее Надо Все Поудалять Большой Труд Ну Конечно Я Могу Это Сделать Сидеть Теперь Надо Вот Сколько Там Этих Часов Получилось А Сейчас Я Скажу Я Значит Сделал 22 Папки Со Звуком Ну Примерно Каждая Из них По Часу Итого 22 Часа Записи Грубо Говоря Вот Эти Все 22 Часа Надо Послушать Оговорки Вырезать Все Это Так Более Менее Состыковать Чтоб Слушалось Хорошо Возможно Поработать Над Голосом Уже Программно Чтоб Он Более Менее Приятно Звучал А Это Можно Сделать И Уже Далее Оформлять Это Все В Аудио Книг Что Та Как Там Чтоб Уже Люди Поставили И Слухают Слухачи Читать Не Хотим Дело Дело В том Когда Ты Читаешь У тебя Как-то По-другому Воспринимается Информация Ты Как-то Начинаешь Воспринимать И Интерпретировать То есть Рассуждать Так и Сяк Как бы Сказать А когда Слушать То Тут Как-то Будет Однозначно То есть Ты Читаешь Где-то Что-то Непонятное Или еще Что-то Ты Раз Остановился Подумал Порассуждал Как-то Обмазговал Что Это У тебя Появилось Своё В сознании И Пошел Дальше Читаешь А тут Когда Идет Ты Слушаешь Диктовку Вот Вот этот Момент Только Раз Ты Прослушал И Хотел Бы Остановиться А Диктовка Идет Дальше Тут Уже Начинается Что-то Другое Какая Другая Тема Или Еще Что-то То есть Мысль Больше По авторскому Пути Скользит А не По своему Собственному Но Это Моё Мнение Хотя И Для Некоторых Там Читать Проблемы Но Тем Не Менее Тут У меня Планшет Есть Специальные Планшеты Там Для Чтения Но У меня Там Эпловский Планшет Большой Такой Хороший На Нем Очень Удобно Читать Тем Более Там Сейчас Такие Книги Пошли Можешь Освещение Менять Можешь Шрифт Менять Больше Делать И Можешь Даже Диктовку Включать Правда Диктовка Там Идет Своеобразная Без Выражение Как Они Там Тетя Читает Кому То Нравится Кому То Не Нравится Ну То Есть Нет Выделения На Чем Акцента А Все Так Механически Вот Чем Я Занимаюсь Занимаюсь На Этих В Данный Момент Плюс Собираю Книги Для Себя Библиотеку Для Будущего Труда Какого Нибудь Книги Сдают Хорошие Книги Меня В основном Интересует Там По Оздоровлению Ну И Вообще По Вокруг Человека Знания Вокруг Человека То Сдают Эти Книги Например В Ростове Букинистические Магазины Книги Там Сдают Так За копейки Лишь бы От них Избавиться Я Пришел Посмотрел Отобрал И так Я уже Где-то Поступил Раза Наверное Три Четыре Целые Такие Пакеты Этих Книг Их Себе Додумал А чтобы Они у меня Не лежали Там Не пылили С ней Я Беру Сканер Это Опять Таки Время Сажусь И Где-то Часок Ты И только Раз В среднем Наверное На книгу Уходит От Полутора До Двух Частов Ну Смотря Какая По Размеру Книга Сколько Страниц Я Сканирую Отсканирую Потом Обработал То есть Убрал Там Черноту Разного Рода Которая Остается От Сканера Можно Там И Форматирование Сделать То есть Страницы Привести В норму Но Это Уже Больше Труда Надо Затратить Я Как-то Это Дел Потом Думаю Это Не Стоит Того Главное Есть Материал Я До Материала Жадный Оказался Вот Такая Вот Есть Черта Харать До Знания Жадной И Это Отложил В Тот Ж Допустим Планшет Я Туда Положил В Папочку И Так У меня Уже Там Несколько Там Десятков Книг И На Досуге Я Эти Книжечки Там Почитал То Все Сделал Какой-то Материал Выбрал Обмозговал Может быть Даже Проверил И Уже Свою Своё Видение На этот счет Я Выложил Вы Уже Там Посмотрите Потому Что Много Интересных Мыслей Вообще У Людей Там Рецептов Ну Так Сказать Изложены Дилетантами Кто-то Чё-то Там Видел Кто-то Чё-то Слышал Кто-то Чё-то Пробовал А что И как Это Уже Ой Рекомендации Дал Люди Перегрелись А сейчас Всего Навсего Девять Часов Только И уже Люди Перегрелись А я Вчера Ходил Я Вчера Ходил Два Часа Где-то С двух До Трех Машину Забирал Вот эту По-моему Чёрную Или нет Чёрную Я с утра Отторабанил Прошёлся Так Примерно В такое Время А белую Я Её Отторабанил Вернее Забирал Как раз Вот С двух До трёх Вот Это Было Жариша Рыбка Плещется Играет Нагуливает Весочек К зиме Готовится Так На чём я там Остановился А На том Что Материал Я читаю В основном Такие Вот На том же Ютубе В интернете Писатели Как заработать На книге Как там Стать Писателем И Что там Ага Заходите Смотрите Там Популярную Тему Какую-то Где там Больше всего Ага Этих самых Ауторов Или там Больше вам платят Вот И начинаете Что-то Своё Придумывать Особенно Ценится Фэнтези То есть Повелители Стихии Там Какие-то Войны Тёмные силы Всё это Воюет Вот Типа Звёздных Воин Фэнтези Фэнтези И И если Удастся Книга Пойдёт Туда-сюда И вы Значит Начнёте Баксы Трамбовать В карманы Вот это Примерно Так Такие Вот идут Рассуждения Детские И так Везде Вспоминаю Там Один Говорит Канал Оздоровительный Да Говорит От бабушки Остались Какие-то Там Записи По Рецептуре Я их Начал Вылаживать На этом Подзаработал Вот такие Вот Деловары Кругом Продать Всё Что Можно Лишь бы Что-то Такое Получить Да Ну вот Я с вами Поделился Конечно Тут всё Люди Повернуты На Плагиате Плагиат Плагиат Они даже Не это Не пробовали Взять Допустим Десяток Книг И Переработать Так Чтоб Это всё Приобрело Оригинальное Звучание Отличное От всех Этих Десяти Книг Вот это Уже Будет Работа А не Плагиат Так К слову Как К слову И Кстати Люди Есть Зашоренные Просто На Просто Не Упертые Какие-то Зашоренные Что Вот Так Вот Черты Характера Резко Выражены Не Никак А вот Так То есть Тут Какая-то Мягкость Должна Войти К любому Явлению Так Подойти Подойти Рассмотреть Его Снаружи Со всех Сторон Желательно Внутрь Войти Как это Изнутри Выглядит И Это Глядишь У вас Родится Казачий Ход А не Скандинавская Ходьба Летом Зимой Еще Ну Ясно Понятно Скользкая Палки Там Еще Поддерживать Могут А Летом Зачем Они Нужны О Казачий Ход Укрепитесь Так Как Ни Одна Скандинавская Ходьба Вам Это Не Даст Ворона Умная Птица Наблюдает И так И сяк Что Че Как Соображает И Благодаря Этому Живет Я Сейчас Особо Видите Выборок Не Делаю Как Была Прогулка Записана Так Я Ее И Выставляю И То Что Она Большая Да И Ютуб Все Выдержит А Вы Уже Из нее Выберите То Что Вам Интересно Полезно Нужно Есть